В эфире программа Точкина от И. Здравствуйте. О главных событиях недели, какими их увидели наши корреспонденты. Повысили зарплату, чтобы нескорая стала скорой. На какие шаги пошли региональные власти, чтобы помощь приходила в течение 20 минут. Какая она, наука сегодня, о представлениях, опасениях и надеждах Нобелевского лауреата? Жарис Алферов в интервью расставил точки над И. Проворовался экс-начальник одного из самарских ЖЭУ Сергея Финютина отправиться за решетку. Как усидел в начальственном кресле уже с условной судимостью и как исчез из зала суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, все непросто. Исправлять положение дел в региональном правительстве намерены сразу комплексом мер. На этой неделе губернатор Николай Меркушкин во время рабочего визита в Тольятти озвучил, что заработная плата сотрудников скорой помощи увеличится. Прибавку получат в зарплатах уже за июль. К доходам врача добавится примерно 7 тысяч рублей, фельдшера 5 тысяч, а медсестры 4,5 тысячи. Врачи скорой работают, как правило, почти на полторы ставки. И с учетом новых надбавок у них появится возможность зарабатывать до 40 тысяч рублей, отметил глава региона. За достойной зарплатой потянется и молодежь. Сейчас в регионе 140 бригад скорой помощи станет почти в полтора раза больше. А значит, предстоит увеличить и автомобильные парки на 137 карет скорой помощи. Все это должно привести к тому, что скорая, наконец, станет скорой. Прибывать на вызов будет, как и положено, по нормативам в течение 20 минут. Показывать материал в таком виде, в каком вы его сейчас увидите или нет, редакция «Точек нады», признаюсь, думала долго. Но не принято у журналистов смешивать работу и личную жизнь. Но все мы или наши близкие так или иначе обращались за экстренной помощью. В личном архиве Ольги Павловской есть кадры, когда в ней отказывают. Далеко ходить за примером не пришлось. Наверное, каждый из нас когда-либо вызывал скорую помощь. К медикам в этом году обращалась и я. Умер отец во многом из-за отношения врачей к работе. Не скорой помощи, но все же. Когда стало плохо, позвонили 0-3. Прибытие врача ждали 3 часа. Отвезли в Пироговку. Оказалось, больница по заболеванию не подходит. Вновь вызвали скорую. Вот кадры того, как мы вновь ждем скорую помощь. Оказывается, даже в больнице ее скорой не назовешь. Два часа. А сколько ты уже здесь сидишь? Затем еще два часа уже в другой больнице, так как привезли вновь нефту. Попытки дозвониться до медиков ничем не заканчиваются. Автоматический голос отвечает. Ждите. Играет музыка, от которой в экстренной ситуации хочется выйти. И сделать ведь ничего не можешь. Врачи проходят мимо со словами. Не наш вызов. Как бы не было больно, но понять их тоже можно. Обращений много. Специалистов мало. Иногда нечеловеческие условия работы. Это риск нападения, как это уже было в Тольятти. И просто антисанитария при вызовах об алкогольных отравлениях. Большая загруженность. То есть мы работаем 24 часа. Из них два раза в день мы имеем право по 30 минут. На обед и на ужин. Остальное время в пути. Работа по рации. Больные тяжелые. Мы в связи с нехваткой кадров приезжаем к состоянию осложненным. Требуем интенсивной терапии. Сегодня служба 0-3 обеспечена специалистами лишь на треть. Остальное в вакансии. Врачи ушли в частную медицину. Неудивительно, что ждать вызванную бригаду приходится часами. Хотя порой вопрос жизни и смерти решает минуты. Очень плохо работает скорая помощь. У меня сестра вызывала скорую помощь. Ей сказали, что спина это не смертельно. Поэтому они просто не приехали. С момента вызова проходит часа, может, два, три. То есть бывают даже такие случаи, как, грубо говоря, наступление тяжелого момента. У нас на дорогах не пропускают никогда скорую. То есть с этим проблемы, да. То есть у нас все такие наглые, кажется, себя. Мне кажется, на том конце уже давно человек умрет, но никто не пропустит. Вопрос скорой помощи был в очередной раз затронут на встрече с губернатором. Сегодня эта проблема на особом контроле у Николая Меркушкина. Глава региона не скрывает. Работу медиков проверяли и сами. Звонили помощники и даже главный федеральный инспектор. Решение приняли оперативно. Все для того, чтобы максимально сократить время ожидания пациентов. Мы увеличиваем заработную плату с 1 июля. Уже, то есть будет прошлый месяц. Они уже пересчитаны заработной платой. Будут, получат они большую заработную плату. Это примерно 7 тысяч добавляется на врача. И средняя заработная плата при той нагрузке, которую они сегодня имеют. Средняя зарплата будет примерно 40 тысяч. То есть уйдет за 40 тысяч. Увеличивается заработная плата среднего медицинского персонала. Там добавляется примерно 5,5 тысяч. Добавка, надбавка к заработной плате. И она будет составлять почти 25 тысяч рублей. Средняя заработная плата. Ну и персонал, фельдшерский персонал. Там добавляется примерно 4-4,5 тысячи. Дополнительная надбавка. И заработная плата у них будет примерно 17 тысяч рублей. Жизнь – это главное. Деньги нашли, несмотря на проблемы с бюджетом. А средства немаленькие – 58 миллионов рублей. Необходимо привлечь и как можно больше специалистов. Сейчас, можно сказать, экстренно формируются дополнительные медицинские бригады. Так как суммы возросли, то и найти врачи легче. Также закупается техника. На линии выйдут новые машины. Планируется, что время прибытия скорой сократится до 20 минут. Мы почти в полтора раза увеличиваем количество бригад по области. Будет добавлено еще 69 бригад. Работало там порядка 112 автомобилей по области в скорой. Добавляется еще 137 автомобилей, которые будут обслуживать людей. Будут набираться водители дополнительно. И еще раз хочу сказать, для того, чтобы люди пошли, в том числе увеличена заработная плата. Требовать результат сразу бессмысленно. Не стоит забывать о пробках и о добродушных водителях, которые не уступают дорогу скорой. Но эти меры должны изменить как минимум отношение медиков к своим пациентам. Врач с человеческим лицом. Это когда информацию не продают ритуальным услугам. И заказать венки, как было и в моем случае с отцом, не предлагают через 10 минут после последнего вздоха близкого человека. С ростом зарплат медики подумают, рисковать или нет. Уголовное дело, закат карьеры. К тому же нынешние повышения – это только дополнительные меры. Также предусмотрен плановый рост зарплаты, в соответствии с программой модернизации. В 2018 году заработок врачей и скорой помощи должен вдвое превышать средний по региону. Тольяттинский перинатальный центр буквально сам родится заново. На этой же неделе в Тольятти главе региона представили проект его реконструкции. Объект буквально стратегический, ведь здесь самые маленькие пациенты. Есть возможность выхаживать кровь весом менее 1 килограмма. Отмечу, что рожают в этом центре не только женщины Тольятти, но и Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов. Здесь же уже почти два года работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Количество положительных ЭКО – 40%, что близко к европейским показателям. За этот год при помощи современных технологий на свет появилось 50 малышей. И это еще родились не все мамы в Жидании. И здесь, говорят медики, возможности центра и потребности жительниц региона не совпадают. Тем более, что сейчас программы ЭКО включены в систему обязательного медицинского страхования. В целом, в перинатальном центре необходимого оборудования пока недостаточно. Не дотягивает до современных стандартов и отделка помещений. Здание строилось в 60-е. Скажите, вот сейчас строятся перинатальные центры, построенные, строящиеся по федеральной программе. Чем они отличаются от того, что вы имеете? В первую очередь, строительная логистика и технологии на строительные. Может, вот это все уже не соответствует. Оборудование, профессионалы, методики. Мы в этом смысле... А вот что касается помещений, я надеюсь, мы еще успеем разговаривать. Потому что, допустим, отделение ремьев, нарушение, немножко по-другому сегодня должно выглядеть. Как они должны и будут выглядеть в главе региона, рассказали уже на совещании. После модернизации центр должен быть на уровне лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Вообще, вопросы здравоохранения у тольятинцев в числе первоочередных. Звучат они на встрече губернатора с представителями общественных организаций «Автограда». Говорят о распространении наркомании и спида, о здоровом образе жизни, где немаловажную роль играет спорт. На очереди долгожданное открытие «Лада-арены». А вообще, за 4 года в Тольятти появится 10-12 крупных спортивных объектов, отмечает Николай Меркушкин. Рассмотрят власти варианты строительства современной лыжно-роллерной трассы. Разговор с тольятинцами длился 6 часов. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарности самым активным общественникам. А организация инвалидов получит 6 автомобилей «Лада-Ларгус». Первые ключи губернатор передал представителю общественной организации инвалидов-опорников. И что примечательно, в зале, где собрались те, кому не все равно ветераны. Мы ветераны, которые построили этот город, никому поколению сдали, не дочь кафету сдали. Вы понимаете, когда все проваливается, когда тут нет. В свою очередь Николай Меркушкин отметил, что властям на местах, цитата, «надо уйти от саморекламы и пустых разговоров». Давно пора взять этот принцип на вооружение чиновникам Сызрани. На этой неделе там было жарко. Цель поездки губернатора – проверить, как и на что тратятся бюджетные деньги. Это десятки миллионов рублей на дороге, возведение спортобъектов и здравоохранение. Местные чиновники наверняка понимали, что от ответа не уйдут, но, кажется, столь жесткого тона не ожидали. Разговор задался сразу в местной центральной больнице. Вопрос о ее работе поднимался на встречи с жителями в апреле. Тогда женщина пожаловалась, у нее умирает сын, а обследование сделать нельзя, потому что единственный томограф в городе сломан несколько месяцев. После обращения к главе региона томограф починили, но история на этом не закончится. Грядут проверки. На какие хитрости пытались идти местные чиновники, чтобы избежать разбора полетов и что делать, чтобы третий по величине город в Самарской области, цитата, «не превратился в обыкновенную деревню». Смотрим. В местную больницу журналисты приехали заранее, чтобы успеть сделать, что называется, подсъемки, пообщаться с врачами. Вот тот самый томограф. Сейчас без этого аппарата даже представить медицину сложно. Благодаря ему можно на ранней стадии выявить онкозаболевание, узнать последствия травмы, распознать инсульт или уточнить причины разных воспалительных процессов. То есть спасти жизни людей. Томограф изобрели в 1972 году. Зарубежные ученые получили за него Нобелевскую премию. В Сызранской больнице чудо-технику приобрели три года назад. За это время оборудование успело сломаться дважды. Хотя в большинстве учреждений работает по 10 лет. Первый раз он не работал у нас, по-моему, месяц в 7 или 8. А второй раз вот меньше месяца. То есть 17 июня он у нас ломался опять. И 12 июля мы опять запустимся. Уже при губернаторе врачи осторожничают. Время поломки быстро сокращают. Вместо семи месяцев появляются другие сроки. Уловки от жесткого разговора врачи не спасли. Население города 200 тысяч человек. Один томограф. И тот работает с переменным успехом. Я поручу, приедут с прокуратуры, причем с Нижегородской прокуратуры, даже не Самарская. И будут разбираться в деталях. У нас все журналы записаны, Николай. Ну что записано в журналах? Все, как происходили техосмотры, все-все-все. И что, и 4 месяца не работал? Не работал. И ничего нельзя было сделать? Дополнили картину деревянные отбойники для защиты стен от повреждений каталками, цементный пол в коридорах, разрушенный забор на улице. Так в городе выглядит центральная больница. Пейзажи повергают губернаторов в шок. В стране идет модернизация системы здравоохранения. Потрачено 600 миллиардов рублей. Ремонт был и в этой больнице. Получается, что вопрос даже больше не в финансах, а в отношении к делу. Повторно уголовное может начаться. Повторно. Начнем с этого еще. У меня счета не кончилась, Николай Иванович. Ну, имей в виду, может плохо очень кончится. И всех не купите. Не купите. Николай Иванович, я столько не зарабатываю, чтобы покупать. Потому что там другие есть, кому покупать. Мы знаем. Как говорится, тонкий намек на толстые обстоятельства. Первое уголовное дело на Юрия Кобякина главу местной администрации возбудили по статье «Превышение должностных полномочий». Согласно материалам дела, федеральная земля почему-то стала частной. Русло реки Крымза засыпали и стали строить дома. Владелицы весьма обеспечены и не последние люди Сузырани. По версии следствия, подпись на постановлениях принадлежала именно Юрию Кобякину. Градус общения с чиновником повышался каждую минуту. Вот губернатор осматривает территорию рядом с больницей. Выясняется, тротуаров нет, дороги сделаны кое-как. О благоустроенности речи не идет. Если мы будем делать так, как мы сейчас все делаем, у нас еще ничего никогда не будет. Ничего никогда не будет. Я посмотрел, ну это бордюра из простой бетона, ну это же стыд. От этого вся страна ушла 15 лет назад. Мы тоже не дали... Мы гордые, но мы... Потом, вот, куда не посмотришь, одно без культурье, одно без культурье. Теми дорог Николай Меркушкин уделил особое внимание. На их реконструкцию в этом году в рамках областной программы Сузырань получила почти 380 миллионов рублей. Губернатор осмотрел участок реконструированной улицы Астраханской. Подрядчик работу сделал некачественно. Уже собиралась областная комиссия, нижний слой покрытия переделали. Представители компании заверили, ошибки исправят. Правда, объяснить, почему эти самые ошибки были допущены, не смогли. В следующий раз вы в первой очереднике на тендер не будете. Понятно. Поняли? Исправимся, Николай Меркушкин, больше такого не повторится. Исправимся, больше такого не повторится. В этот день Николай Меркушкину такое говорили часто. Видимо, на самом деле не повторится. Выводы сделают на уровне правительства. Губернатор оценил и ход реконструкции моста через реку Крымза. В апреле на эти цели из областного бюджета выделили более 53 миллионов рублей. В этом году работы должны закончить. Без внимания не остался стадион центральный. На арене также идет реконструкция. В целом поле, легкоатлетический сектор сделаны нормально. А вот трибуны глава региона посоветовал оборудовать крышей. Впечатлениями от увиденного губернатор поделился с жителями. Встреча проходила в местной администрации. Говорили о благоустройстве, проблеме обманутых дольщиков, медицине. Вы не осознаете, насколько вы сами себя наказали. Да, понятно, это в том числе власть. Или прежде всего власть. Прежде всего власть. Но надо иметь в виду, власть, если бы по-другому относились люди, власть была более бы ответственной. А если никто не приходит или приходит треть или четверть на выборы, до власти наплевать на народ. Если участвует в этом процессе абсолютное большинство, власти будет некуда деваться. Диалог продолжался практически три часа. Это десятки различных тем. В заключительном слове Николай Меркушкин отметил. Главное действует сообща. Тогда и проблемы будут решаться гораздо быстрее. Курс движения задан только вперед. Мыслить чиновникам придется по-новому. Результаты работы проверят. Николай Меркушкин дал ясно понять. Впредь не исключены и кадровые решения. Проворовался экс-начальник 4-го ЖУ железнодорожного района Самары Сергей Финютин. За то, что положил в карман чужие 400 тысяч рублей, отправится в места не столь отдаленные на 4 года. Схемы обогащения были несложные. Подробности в сюжете, но скажу сразу. Есть в этом деле еще парочка любопытных нюансов. Во-первых, Финютин сидел в начальственном кресле с условной судимостью. А во-вторых, его, несмотря на уже вынесенный приговор, еще предстоит найти. Алена Лешина разбиралась, что к чему. Улица Гагарина. Дом номер 35 может похвастаться ремонтом. Обновленная крыша и надежные трубы. Вот она, вода только ушла. Вот земля вся сырает. Видимо, обман зрения. Ремонт вроде бы есть, и его вроде бы нет. Все гладко только по бумагам. Жильцы утвердили план работ по текущему ремонту. Со склада управляющей компании отгрузили стройматериалы, а вот дальше законная цепочка прерывается. Начальник 4-го ЖЭО железнодорожного района Самары Сергей Финютин эти стройматериалы продает на сторону. И дело, что называется, шито-крыто. Ведь на руках коммунальщиков акты выполненных работ за подписью жильцов. Она вызывает какую-то бабушку, которая в этом ничего не понимает. И просит подписать. В связи с тем, что она такой добрый человек, она подписывает. Но она в этом ничего не понимает. Я уже неоднократно обращал внимание на то, чтобы должны подписывать. Люди, знаю, сейчас и ставят это дома. То есть именно я и сказал, что должен подписывать только я эти акты. Тем не менее, значит, они постоянно находят каких-то людей. Более того, бывают случаи, когда акт на одни работы подкладывают как-то на другие работы. Не обошлось без подлога и в истории с домом 122 по улице Карла Маркса. Правда, здесь Сергей Финютин привел в кавычках в порядок часть центральной отопительной системы. И здесь, что называется, сделали на копейку, списали на миллион. Сметы в актах завышены в разы, а за псевдоработы слесарей сантехники получили неплохое вознаграждение, которое по договоренности вернули своему начальнику. Эти два сценария обвинения озвучивает в железнодорожном суде Самары. 400 тысяч рублей. Столько, по мнению следствия, Сергей Финютин успел положить в карман. Помните, я знаю, что у нас расходящийся не просто слова. Прошу на каждую сторону. Не строго обошлись с Сергеем Финютиным еще в прошлые разы. Как он умудрился сохранить за собой начальственное кресло, будучи судим условно? Большой вопрос. В 2009 и 2011 годах он уже привлекался за кражу и мошенничество. Тут снова на одни и те же грабли. И в этот раз уже со сменой прописки. В зале суда взять под стражу не вышло. Перед оглашением приговора, когда суд удалился в совещательную комнату Сергея Финютина, из зала суда как ветром сдуло. Проворовавшийся экс-начальник ЖЭУ объявлен в розыск. Приговор вступит в силу с момента его задержания. Тем временем у разбитого корыта остались жильцы двух самарских многоэтажек. Псевдоремонта могли бы избежать, если бы, во-первых, не подписывали, не глядя, акты выполненных работ. И, во-вторых, включили в договор с управляющей компанией строку «Гарантия». Их тоже искали, но не нашли. Следствие сразу по двум делам о пропаже известных бизнесменов приостановлено. Напомню, тольяттинский предприниматель Александр Душков пропал 7 сентября прошлого года в Автограде. Отвез дочь в школу, после поехал в подшефный детский дом. Рядом со зданием так и остался припаркованный автомобиль, а мужчина бесследно исчез. Подозреваемых по делу так и не нашли. Ровным счетом то же самое можно сказать и по материалам дела о пропаже бизнесмена Максима Гудова. В последний раз его видели 20 ноября, вышел с работы и больше никакой информации. Вернуться к этим двум делам следователи только в том случае, если появятся новые зацепки. Сейчас же сила правоохранителей брошена на расследование еще одного громкого дела. В ночь с 23 на 24 июля исчезли две 16-летние девушки. Елизавета Васина и Алена Косарева ушли из дома в неизвестном направлении. Якобы после их видели в железнодорожном районе Самары. На связь с родственниками они до сих пор не выходят. К поискам подключились волонтеры, но пока безрезультатно. Если вам что-либо известно о местонахождении девушек, силовики просят сообщить об этом по телефону 02. 500 рабочих мест, примерно 40 миллионов евро. Такую сумму компания Bosch готова инвестировать в свой завод. Его строительство начнется уже в этом году в Волжском районе. На этой неделе Николай Меркушкин и представители фирмы подписали меморандум. При этом иностранцы заверили, для них документы и печати это не главное. Есть полное доверие к самарской стороне. Все делается оперативно и грамотно. Территория, на которой будет располагаться предприятие, уже официально закреплена за немцами. Сейчас завершаются работы над проектом и в ближайшее время его передадут на экспертизу. Я помню, что год назад на первой встрече с вами мы обсуждали первоначальные планы по этому проекту. Вы сказали, что если вы в Самаре столкнетесь с проблемами, обращайтесь ко мне лично. Как вы заметили, я к вам не обращался. Спасибо за грамотно построенную работу и оперативность в принятии решений. К тому же теперь есть повод и для еще более плотного сотрудничества. Иностранные партнеры знают, что Самарский аэрокосмический университет вошел в число 15 лучших по России. Уже в ближайшие годы будет бороться за место в сотне мирового рейтинга. Университет будет очень активно развиваться в течение ближайших 3-4 лет. Направляться будут средства федерального бюджета для того, чтобы база соответствующая была. И мы можем в том числе, скажем, участие Боша здесь, в вашей компании, учесть сегменты определенные в аэрокосмическом университете. То есть где можно готовить кадры, где мы можем какие-то разработки вести. Напомню, Бош планирует разместить на новом заводе три подразделения. Дизельные системы, управление шасси, генераторы и стартеры. Производство откроется в 2015 году. Кадры для высокотехнологичных производств готовить в регионе есть где, в том числе и в Самарском аэрокосмическом университете. На этой неделе лекцию там читал Жарес Алферов, нобелевский лауреат, академик РАН, почетный доктор СГАУ. В зале в буквальном смысле яблоку негде упасть. При этом лекцию транслирует по всему университету. О том, что физику нельзя делить на теорию, практику, об атомной энергетике, об аэрокосмических технологиях слушают не только студенты, но и абитуриенты, причем не только СГАУ, но и других вузов после свободной общения. Со свойственной ему энергичностью и пылкостью Жарес Алферов отстаивает свой взгляд на науку о представлениях, опасениях и надеждах Нобелевского лауреата. Смотрим. Жарес Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. С Аэрокосмическим университетом у вас сложились добрые отношения, ну, по крайней мере, хочется в это верить. Но вас бы, наверное, здесь не было, если бы это было не так. И первый вопрос хотелось бы задать, естественно, по поводу СГАУ. На заседании попечительского совета вы сказали, что вам бы хотелось, чтобы выпускники СГАУ становились миллионерами именно на аэрокосмической отрасли. Но смею заметить, что сейчас здесь работают все-таки преимущественно энтузиасты. Вот на ваш взгляд, насколько еще хватит энтузиазма этого? На попечительском совете я сказал, что становились миллионерами, имея в виду, прежде всего, попечительский совет и идею, что хорошо, если бы университет имел эндаумент. А эндаумент – это деньги, которые обычно дают выпускники чаще всего, богатые люди. Он позволяет университету, он же, когда его они дают, они их, в принципе, не теряют. Они дают и могут в любой момент забрать назад. Но сумма эта – для них проценты не растут. А университет с эндаумента пользуется процентами, как свободным капиталом для своих исследований и прочее. Когда вы живете в капиталистической стране, где деньги определяют все, ну, нужно, раз живете в этой стране, нужно пользоваться этими правилами. Поэтому хорошо, если выпускник богатый и дает деньги на эндаумент. Хотя, конечно, для меня лично, по моим убеждениям, университет должен давать государству эти средства. Университет должен иметь определенную свободу в их распоряжении. А не быть вот так, вот это можно, это нельзя. При этом люди, которые задают эти правила, ничего не понимают ни в образовании, ни в науке. А сидят и только думают, как выполнить вертикаль власти. Но раз живем в такой стране, что же делать? Давайте хоть пусть вообще деньги на образование идут. Жирис Иванович, а вот если все-таки, ну, грубо, может быть, скажу, да, но рецепт от вас, чтобы энтузиасты остались. Рецепт у меня содержится в открытом письме. Наука должна быть востребована экономикой и обществом. Когда она востребована и нужна, находятся средства на все это. В том числе и на аэрокосмический университет. Сегодня вообще в мире космические технологии – это огромный бизнес. И мы, основатели космических технологий, должны тоже иметь, как говорится, свою долю в этом. Для этого нужно иначе это развивать. Для этого вообще не попы должны освещать ракету. Она после этого падает. И поповские освещения не помогают. Сейчас ввели такой термин «инновационный менеджер» от ученого. Просит, чтобы он был еще и экономистом. Мог, грубо говоря, обернуть свои исследования, доказать их состоятельность, оценить все риски. Какой может быть менеджер вообще? Значит, простите, я могу сказать. Я три года назад был в Израиле по приглашению. Познакомился с работой пяти или шести крупнейших израильских высокотехнологичных фирм, которые занимались информационными технологиями. Менеджеры, технические директора. Во всех пяти были ребята. Ребята для меня. Им было лет по 30, когда они в начале 90-х эмигрировали. А сейчас им было 45, там, 50. Все пятеро окончили Минский радиотехнический институт. Работали либо на «Интеграле», либо на других электронных предприятиях Минска. И в начале 90-х, когда был полный развал, эмигрировали в Израиль. И стали крупнейшими менеджерами, руководителями. Но они специалисты в электронике, в электронных технологиях. Поэтому институт не готовит менеджеров. Промакадемия, выпуская инженеров-организаторов, слушателей туда набирала из директоров и начальников цехов, которые уже стали руководителями и давала им технологические знания. Менеджеры растут реально на производстве, в науке. Ж.Расоныч, Вы затронули вопрос эмиграции. Хотелось бы поговорить об утечке мозгов. В своем давнем одном из интервью, Вы на вопрос, почему Вы не уехали, предложение было масса, остались. Вы сказали, что в России живут оптимисты, потому что пессимисты все уже уехали. И отнесли себя к оптимистам. Прошло время. Вы не жалеете, что они уехали из России? Что я не уехал? Да, конечно. Это же моя страна. Понимаете или нет? Ну, я так очень мягко выразился. Ведь на самом деле, ну, не может, с моей точки зрения, человек, который вырос у нас, который получил образование у нас, конечно, некоторые попадали в очень тяжелое положение, оставались без работы. Я могу понять, я их не буду крыть и ругать. Не буду объявлять их там врагами и прочее. Но, конечно, вообще говоря, это наша страна. Это моя страна. Это вообще моя Россия, простите. И мы можем многое сделать вместе. И можем быть первыми снова. Даже после законопроекта о реформировании РАН? Этот законопроект, так он угробит нашу науку. Вот там уже мне звонят мои ученики и говорят, Жарас Иванович, если этот законопроект будет принят, мы уже думаем, линять нужно побыстрее. Там большой конкурс будет. Нам не устроиться на работу там. Буквально панацея считалась в свое время создание федеральных университетов. Сейчас их девять. И до сих пор идут споры о возможности или невозможности объединения региональных вузов. Понимаете или нет? Вот это порог нынешней системы. Когда думают, что какими-то названиями... Единственное, что касается университетов, название, которое я признаю, это национальные исследовательские. Как узгал. Нет. Да, да. Потому что это, как говорится, настоящие университеты должны быть исследовательским. Все остальное, федеральный, ведущий, у нас всегда был МГУ. Он был на особом положении. Но он это особое положение непрерывно подтверждал. А все остальное, это все, как говорится, как можно вообще создавать федеральный университет, руша при этом сложившиеся нормальные. Сделали в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске, федеральный университет, объединив технический университет с классическим. Простите, технический университет в Свердловске, в Екатеринбурге, это Уральский индустриальный институт имени Кирова. Это институт с огромными традициями, огромной историей. И ни с кем его не нужно объединять. Его нужно развивать. И это добывается не титулом, а реальными достижениями. Вот за это я и стою. В заключение хотелось бы услышать напутствие молодым людям, кто решил остаться в науке и связать с ней свою жизнь. Что бы вы им сказали? Это не только для них. Я могу повторить слова, которыми окончаю свое обращение к президенту. Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю свою жизнь следую принципам его главного героя. Бороться и искать, найти и не сдаваться. И очень важно при этом понимать, за что ты борешься. Вот мое напутствие. Спасибо большое, что удивили время. До свидания. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова